Следующий доклад посвящен резекциям печени у пациентов с синхронными колоректальными метастазами рака печени из клиники, возглавляемой Богданом Николаевичем Котевым, профессором, генералом. И в представлении нуждается, и доклад будет делать профессор Илья Игоревич Дзидзава. Спасибо. В настоящее время является одной из самых распространенных злокачественных опухолей организма. Если говорить о Российской Федерации, то внизу на диаграмме приведен прирост заболеваемости, абсолютной заболеваемости больных колоректальным раком. И можно отметить, что с 1990 по 2000 год прирост составлял порядка 20-12% в зависимости от локализации опухоли в толстой кишке. И с 2003 по 2013 год вырос еще на несколько процентов, составляя 24-17% соответственно при прямой кишке и ободочной кишке. Всем известно, что порой мы оперируем пациентов с колоректальным раком, достаточно хорошо обследованных, и при этом не находим каких-либо отдаленных метастазов. Однако спустя месяц или два после операции при контроле ультразвукового исследования обнаруживаем очаговое образование в печени. Нужно отметить, что порядка 15-25% больных с первые выявленным колоректальным раком, впервые диагностированным, уже имеют колоректальные метастазы в печени. Безусловно, синхронные метастазы являются менее благоприятными, чем метахронное метастазирование. И наиболее радикальным методом лечения метастазического поражения печени по-прежнему остается выполнение резекции печени. Лечение колоректальных метастазов, конечно, мультидисциплинарная проблема и включает целый ряд вопросов, которые необходимо решить при подготовке пациента к тому или иному вмешательству. Но если говорить о метахронном поражении, то, как правило, все три вида метастазического поражения, нерезектабельно, условно-резектабельных или резектабельных метастазов, все вопросы там решены, все разложено по полочкам. Мы прекрасно знаем, что если имеются метастазы небольшого размера, расположенные у нилобарно, они, безусловно, подлежат резекционным вмешательствам. Более сложный вопрос возникает при билобарном множественном поражении. Если же говорить о синхронном метастазировании, то тут, скорее, больше вопросов нерешенных и дискутабельных, чем у какой-то определенной устоявшейся тактики. В настоящее время в мировой литературе пропагандируются три основных методики лечения синхронных колоректальных метастазов. Первая называется последовательной и включает в себя выполнение резекционного вмешательства собственного на первичной опухоли. Затем проводится химиотерапия, которая может выполняться в режиме как системной, так и региональной. Затем через 3-4 курса выполняется, собственно, резекция печени, и затем химиотерапия продолжается. Следующим вариантом является синхронная методика, которая заключается в том, что пациенту сразу выполняют одномоментное вмешательство на ободочной или прямой кишке, и вторым этапом выполняют резекцию печени с удалением метастаза. В последующем, соответственно, эти все пациенты также должны получать химиотерапию. Нужно сказать, что в ряде стран Европы, в Америке, в Австралии, например, эти этапы меняют местами, и первоначально пациент получает системную химиотерапию, 3-4 курса, затем выполняется симультанное оперативное вмешательство. Одной из современных и малоизученных в настоящий момент методов является так называемая реверсивная стратегия или обратная стратегия, когда пациент получает системную химиотерапию, затем выполняется резекция печени, третьим этапом, спустя месяц после резекции печени, выполняется вмешательство на кишечнике, и затем продолжается химиотерапия. Безусловно, и тот, и другой метод, мы сейчас будем говорить больше о последовательном и синхронном методиках, имеет свои положительные моменты и риски. И, например, если говорить о синхронном выполнении операции на толстой кишке и печени, то, конечно, предполагается и считается, что положительными моментами этой методики является уменьшение вероятности развития осложнений вследствие одномоментного выполнения, хоть и обширного вмешательства, безусловно, уменьшается количество койко-дней, которые проводит пациент в стационаре. И, кроме того, есть возможность наблюдать эффект от химиотерапии, ее воздействия на опухоль в том случае, если химиотерапия проводится перед резекционными вмешательствами. С другой стороны, эта методика обладает и целым рядом недостатков или факторов риска. Безусловно, это риск бактериального обсеменения, в том числе резекционной поверхности печени, вследствие того, что первым этапом выполняется операция на толстой кишке и просвет ее скрывается. Кроме того, есть риск несостоятельности в собственных межкишечных анастомозах, потому что, как правило, печень, пораженная метастазами, имеет сниженные функциональные резервы, соответственно, и целиком организм обладает меньшим пластическим потенциалом. Если говорить о последовательной методике, то из ее недостатков можно, пожалуй, отметить два. Первый этап – это риск развития прогрессирования заболевания в период получения пациентом химиотерапии между вмешательством на кишке и резекцией печени, что может привести к тому, что второй этап в принципе не состоится. И второй неблагоприятный фактор – это изменение структуры и функций печени на фоне проводимой химиотерапии. Все мы знаем эффекты салиплотина и ринотыкана, они описаны на морфологическом уровне. Безусловно, это также может повлиять на возможность выполнения второго этапа. При этом во всех сравнительных исследованиях, мы привели тут одно из последних крупных исследований, значимых различий между двумя методиками по числу развития послеперционных осложнений и летальности нет. Несколько больше выполняется расширенных и обширных резекций печени при последовательном лечении пациента. Но, опять же, если смотреть на выживаемость, она совершенно сопоставима как при синхронном лечении, так и при последовательном. Еще одно исследование хотелось привести, это итальянские авторы. Несмотря на то, что основной целью исследования было изучить возможности выполнения обширных резекций при синхронном лечении больных с метастазами колоректального рака и первичной опухоли, и определить, насколько часто развивается в этой группе послеперционная печеночная недостаточность, авторы изучили все моменты. И, опять же, здесь мы можем наблюдать, что как при симультантном выполнении мешательства на кишке и резекции печени, так и при последовательном выполнении этих мешательств, значимых различий ни в летальности, ни в частоте развития послеперционной печеночной недостаточности, особенно это хорошо видно на обширных, в группе обширных резекций, ни тем более в послеперционных осложнении не выявлено. Единственный фактор, который значимо отличался между группами, это было количество койко-дней, которые провели пациенты в стационаре. Выживаемость также не отличалась между группами. Можно сказать даже, что при симультантном выполнении оперативных мешательств трех- и пятилетняя выживаемость была несколько выше, хотя статистически достоверных различий не было. Такая же динамика отмечается и во времени до прогрессирования опухоли. Клиники Войны Минской Академии мы взяли последние 6 лет. Обладают опытом лечения 423 больных кулерактальным раком, при этом практически каждый третий из них имел метастазы в печень, большая половина которых были метахронными. И в большей степени это, наверное, связано не с качеством лечения и уровнем нашего развития, сколько с тем, что зачастую эти пациенты поступают нам из других стационаров, уже прооперированные на толстой кишке в связи с развитием каких-либо осложнений, перфорацией, непроходимости, кровотечений. Ну и практически каждый десятый имел диссиминированное метастазирование. Объем обследования достаточно стандартный, включает клоноскопию, различные варианты лучевых методик и практически в подавляющем большинстве случаев метастазы в печени клинически себя никак не проявляли. И в основном пациенты жаловались именно на нарушение функции толстой кишки. Не научусь. Больше гораздо внимания в ходе обследования уделяли именно оценке функционального состояния печени. Для этого использовали обычные критерии биохимических анализов и выделяли в первую очередь измерение объемных характеристик печени. Отдельно измерялся объем поражения печеночно-паренхиевыми метастазами и рассчитывался будущий остаток, поселекционный остаток паренхиевыми печени. Для более углубленного изучения глобальной функции печени применяли клиренс-тест с инвестиционным зеленым. Приблизительно одинаково распилились пациенты с синхронными метастазами, расположенными по поражающим обе доли, либо только одну из анатомических долей печени. Следующий. Пожалуйста. В правой доле метастазическое поражение встречалось несколько чаще, чем в левой. Следующий. Практически 40% больных имели единичный солитарный метастаз печени, чуть меньше имелись единичные метастазы и практически каждый четвертый имел множественное поражение, метастазическое поражение печени. Дальше. На слайде представлена наша стратегия, которая пропагандируется в клиниках воинской академии по лечению синхронных резиктабельных колоректальных метастазов. Мы считаем, что если у пациента имеется поражение только одной доли печени, которая в объеме не превышает 50% от общего объема печени, опухоль локализуется не в пределах портальных ликовальных ворот и планируется выполнить стандартный объем неосложненную оперативное вмешательство на толстой кишке, при нормальной сохранной функции печени вполне возможно выполнить синхронную симплутантную операцию. При этом первым этапом всегда выполняем резекцию или экстрепацию толстой кишки. В случае белобарного поражения, а также при значительных объемах метастазов и в том случае, если планируется выполнить расширенную или комбинированную резекцию толстой кишки, а также у больных, получавших на ранних этапах химиотерапию, либо имеющих какое-либо хроническое диффузное заболевание печени, всегда планируем лечить таких пациентов последовательно, выполняя сначала вмешательство на толстой кишке, затем проводя несколько курсов химиотерапии, оценивая состояние метастазов печени и уже планируя той или иной объем резекции печени. Все пациенты, мы стараемся, чтобы они все после обоих методик продолжали курсы одевантной химиотерапии, при этом в первую очередь стараемся, чтобы она была региональная. Следующий слайд. Всего за это время удалось выполнить 51 симплутантное вмешательство, в подавляющем большинстве, это 41 случай, выполнялись резекции печени и в несколько меньшем количестве выполнялась радиочастотная абляция либо комбинация резекции печени и радиочастотной абляции после выполнения вмешательства на толстой кишке. Основными показаниями к выполнению радиочастотной абляции считали наличие единичного метастаза, который остается в контрлатеральной доле печени после резекции, либо наличие салитарных или единичных метастазов на фоне хронического диффузного заболевания печени либо какой-то другой тяжелой сопутствующей патологии у пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Если рассматривать по спектру выполненных вмешательств, то 25 пациентам было выполнено различные экономные резекции печени и у 16 больных расширенные и обширенные резекции печени. Следующий слайд. Несколько клинических примеров. Пациентка 44-х лет, у которой первичная опухоль локализовалась в ракосигмоидном отделе, имела солитарный метастаз, поражающий 5-6 сегменты печени. Выполнена передняя аппаратная резекция ракосигмоидного отдела с обширенной лимфодисекцией и операция закончена резекцией 5-6 сегмента печени. Следующий слайд. В данном случае у пациента имело место поражение опухоли слепой кишки с метастазами в 2-3 сегмент печени. Также выполнена правосторонняя гимиколоктомия, которая дополнена без сегменты ктомии 2-3. Следующий слайд. В этом случае у пациента опухоль также локализовалась в ракосигмоидном отделе толстой кишки и достаточно больших объемов метастаз поражал 6-7 и 8-й сегменты печени. Выполнена резекция ракосигмоидного отдела с аппаратным швом и вторым этапом симультантно выполнена правосторонняя гимикогепатектомия. Следующий слайд. Говоря о последней методике, я еще раз подчеркну, что мы стараемся, чтобы эти пациенты в период между двумя вмешательствами получали именно региональную химиотерапию, поскольку считаем, что у нее есть ряд преимуществ перед системным введением химиопрепаратов. И в первую очередь это возможное уменьшение объема опухолевого поражения печени, увеличение случаев резектабельности, повышение резектабельности метастазического поражения печени, а также уменьшение рисков раковой диссеминации в ходе самого вмешательства. Следующий слайд, пожалуйста. Преимуществами является то, что сразу препарат за счет селективного введения в печеночную артерию либо в собственную печеночную артерию, либо в правую и левую печеночную артерию непосредственно первым проходит через опухоль, за счет чего создается в ней высокая концентрация противоопухолевого препарата. Соответственно, можно ожидать, что эффект будет более значимый. Кроме того, за счет развивающейся окклюзии артериального или портального кровотока, если выполняется портовая лимболизация, можно ожидать, что опухоль уменьшится в размерах. И, кроме того, за счет, опять же, задержки основной массы химиопрепаратов в печени уменьшается системная токсичность. Следующий слайд. Последовательно выполнены были 69 оперативных вмешательств, из них 26 правосторонних гемегипотектомий, расширенных правосторонних гемегипотектомий 17, левосторонних гемегипотектомий 9 и различные варианты полисегментокномий у 17 больных. Следующий слайд. Один из клинических примеров. У пациентки имеется белобарное поражение печени в области второго сегмента метастаз диаметром почти 6 см и в области седьмого-восьмого сегмента диаметром 7 см. Выполнены три курса трансартериальной химиэмболизации опухоли, в результате чего достигли некоторого уменьшения опухоли в размере до 3 и 3,5 см. Следующий слайд. После чего пациенту выполнена резекция сегментов 2,3 и 6-7 сегментов печени. Следующий слайд. В данном случае у пациента после была выполнена операция Гартмана на первом этапе в связи с развившейся кишечной непроходимостью. У него имелся также солитарный метастаз, локализующийся в 5-6-7 сегментах. Выполнены также четыре курса химиэмболизации. На КТ здесь очень хорошо видно, как масляный химиэмболизат накопился и практически перекрыл весь метастаз. Достигнута стабилизация процесса, но за время лечения новых метастазов в печени не появилось, и вторым этапом выполнена правосторонняя гемогипотектомия. Следующий слайд. При сравнительном анализе результатов обоих методик мы не нашли достоверных различий ни в кровопотере. Несколько меньше, конечно, при последовательном этапе, но это только за счет того, что здесь кровопотеря наблюдается только в ходе резекции печени, а при синхронном выполнении вмешательств и при выполнении резекции на толстой кишке, и при резекции печени все вместе складывается, получается несколько больше. Достоверного различия не было. Также не было значимых различий и в осложнениях. Следующий слайд. Среди них наиболее часто наблюдались сопутствующие содружественные правосторонние плевриты, несколько меньше пневмонии. В 12% случаев имело место нагноение после операционной раны. Нестательность толстокишечных анастомозов и оживших из течения было всего у 7% больных. Значимая пострезекционная печеночная недостаточность развилась практически у каждого 5-го больного, но нужно сказать, что все эти пациенты перенесли именно в большие резекции печени. Следующий слайд. При оценке выживаемости между группами значимого различия не было. Мы здесь привели общую выживаемость, и нужно сказать, что 5-летняя составила 34%, что мы считаем достаточно неплохо. Если разбивать их на группы, то порядка 30-31% 5-летняя выживаемость в группе синхронных метастазов и практически 36-37% в группе последовательного лечения синхронных метастазов. Следующий слайд. Ну и в заключение нужно сказать, что все-таки если у пациента имеют место синхронные метастазы при небольшом объеме без нарушения функции печени, планируется стандартное вмешательство на толстой кишке, то этим пациентам, конечно, нужно стараться, на наш взгляд, выполнять симультантные оперативные вмешательства, что, в принципе, сократит срок ожидания химиотерапии и, в целом, наверное, улучшит отдаленные результаты лечения этой категории больных. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы? Пожалуйста, вот там первую подняли. Лучше с микрофоном. Лучше с микрофоном, потому что... Скажите, пожалуйста, в Вашем исследовании влияло ли количество метастазов на выживаемость? Это первый вопрос. И влиял ли объем операции, проведенной экономной или анатомической резекции, также на выживаемость? Количество метастазов на, скажем, общую выживаемость не влияет. На безрецидивную, да, безрецидивную, она несколько короче. И, опять же, наверное, это просто связано с возможностью, разрешающей возможностью тех методов лучевого исследования, которые мы выполняем. То есть наверняка они уже просто были, и последующая химиотерапия оказалась неэффективна, появились новые метастазы. Второй вопрос. Извините. В операции не влиял, но в Вашем исследовании большое количество экономной резекции. Обширенных операций будут влиять? Нет, объем вмешательства на печени, на продолжительность жизни не влиял. Еще вопрос. Можно я задам? Да, пожалуйста. Два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста. Правильно я понял, что когда есть первичная опухоль и метастазы в печени, по-прежнему первичную опухоль нужно удалить на первом этапе? Ну, это наша тактика. Если говорить о мировой, то подходы могут быть разные. Я вот показал в докладе два варианта. В некоторых странах, не удаляя первичную опухоль, проводят химиотерапию, потом выполняют резекцию печени, еще один курс химиотерапии, несколько курсов химиотерапии, и потом, если развиваются осложнения толстокишечные, непроходимость или кровотечение, выполняют вмешательство на первичную опухоль. Мы считаем, что, наверное, не совсем правильно. Если мы все эти операции относим к циторедуктивным, то, наверное, эффективность химиотерапии, продолжительность жизни будет больше, тем больше, чем мы уменьшим объем опухолевой массы в организме. Поэтому считаем, что и первичную опухоль нужно удалять. Но вот я имел в виду, что именно на первом этапе нужно первичную опухоль удалить сразу. Вот я это имел в виду. Вы по-прежнему придерживались такой тактики? Да. А есть же другая стратегия. Почему? Тогда следующий вопрос, как обычно. А почему вы придерживались такой тактики? Кроме вот общих обоснований биологических, почему не делаете, как большинство, скажем так? Что за этим стоит? Ну вот я еще раз говорю, что кажется совершенно логичным, что чем больше мы удалим опухоль из организма... С самого начала, именно. В самом начале. Да. Ну тогда можно и печень оперировать сразу, если результабельные метастазы. Или вы химиотерапию не проводите в этом случае тоже? То есть если есть первичная опухоль плюс результабельные метастазы в печени, вы делаете сразу операцию или все-таки даете время поработать химиотерапевтом? Просто я химиотерапевт, и я и спрашиваю. Именно так. Наверное, это немножко объясняет, что я хирург. У нас, ну, может быть, наверное, стоит провести такое исследование и посчитать, какие будут цифры, насколько они будут отличаться, но если полагаться на мировой опыт, то опять же значимого различия проведения химиотерапии и потом выполнением всех этапов хирургического лечения, либо хирургическое лечение и последующая химиотерапия значимо на выживаемость не оказывают никакого влияния. Они приблизительно все равно будут одинаковые. И еще один вопрос по поводу региональной химиотерапии. Скажите, пожалуйста, почему вы предпочитаете именно региональную химиотерапию, а не системную? Допустим, перед операцией, если вы проводите, перед резекцией печени, вы не верите в системную химиотерапию или в какой-то другой причине? Мы верим в системную химиотерапию, у нее совершенно тоже свои показания, свои положительные, но и отрицательные стороны. Преимущество региональной терапии, на наш взгляд, заключается в том, что, во-первых, опять же, препарат первый проходит через печень, меньше токсичность, больше эффект. Если бы мы сейчас говорили о лечении только группы условно-резиктабельных метастазов, то можно сказать, что мы, сравнивая системную химиотерапию региональную, чаще при региональной добиваемся перевода пациентов из условно-резиктабельных в резиктабельные, соответственно. Понятно. А скажите, пожалуйста, тогда, а какая эффективность системной химиотерапии вот в том исследовании, которое вы проводили, как часто удавалось достичь частичной регрессии при системной химиотерапии? Мы у этих больных системную химиотерапию применяли буквально в единичных случаях, поэтому сказать вам, насколько она была бы эффективнее, я не могу. Спасибо. Ну, я все-таки позволю, потому что вы исчерпали все вопросы, но я позволю, потому что так без очереди. Еще раз. Пожалуйста. У меня два вопроса. Ну, априори мы говорим только о изолированном внутри печеночной поражении. Изолированные синхронные метастазы. Да. Значит, в этой связи, находясь в городе Санкт-Петербурге, какие методы дополнительной визуализации, в частности ПЭТ-КТ, вы применяете для того, чтобы исключить нерезиктабельные, синхронные вне печеночные метастазы, в частности, там метастазы в костях, в легких, в лимфатических узлах. Я имею в виду ПЭТ-КТ. Это первый вопрос. И второй вопрос. То есть, включайте ли вы ПЭТ-КТ в предоперационный диагностический алгоритм. И второй вопрос. Говоря о возможности, хотя тактически вы абсолютно все правильно делаете. Если брать НССН-овские рекомендации, есть изолированные поражения, редиктабельные метастазы, надо делать в одномоментном операции и на первичном очаге, и на печени. Но, имея в виду биологию опухолевого развития, какие методы биологического прогноза течения заболеваний, в частности, там, КИРАС, БИРАФ-мутации, вы, так сказать, используете? Имеется ли у вас такая возможность? То есть, даже идя на какую-то операцию, вы должны понимать, один человек переходит в категорию, там, долгоживущих, другой переходит, сразу подразумевается, что ему потребуется последующее более агрессивное лечение. Делаете ли вы такие исследования? Спасибо. Безусловно, все эти маркеры мы исследуем. Одно время даже в Санкт-Петербурге была программа, я сейчас могу ошибиться просто только с фирмой, которая это предлагала, В общем, мы это выполняем. Сказать, насколько это прогностически важно в нашей группе, я не могу, потому что он просто не ставил себе такую цель в этом докладе, хотя, конечно, нужно это посмотреть. Что касается ПЭТ-КТ, то технически, да, у нас есть возможность, но я не думаю, что нужно выполнять его всем пациентам подряд. Если мы выполняем стандартное обследование в режиме компьютерной томографии груди и ПЭТ-ангиографии живота и каких-либо подозрений на внепеченочное метастазирование, мы не видим. Обязательно выполняем синтеграфию по сейскелету. Если там тоже, по нашему мнению, все чисто, то, наверное, выполнять дорогостоящие ПЭТ-КТ исследования не нужно. В сомнительных случаях и при дифференциальной диагностике, безусловно, этот метод у нас есть на вооружении и он вполне доступен для наших больных. Я думаю, достаточно вопросов. Спасибо, Григорьевич, за такую исчерпывающую вашу стратегию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.